Иногда мы все так устаем от городской суеты и постоянного бега. Так хочется порой забыть обо всем, убежать и махнуть на дачу. Согласно психологическим исследованиям, человек публикует свои фотографии в соцсети, чтобы создать ложный образ, иллюзию того, что у нас все хорошо, но и заодно, чтобы подглядывать за другими людьми. Клава, ты растолстела. Лайк! А на даче общение с людьми живое и открытое. Все знают соседей в лицо. Михалыч! Оу! Про Клаву слыхал? Располнела. Мне нравится. Тебе и 28 соседям понравилось? А ты помидоры посадил? А ты знал, что в 18 веке их считали ядовитыми? Да! Из-за их цвета. А на Руси их называли дьявольскими ягодами. Ого! Утро на Енисеи. Мы образовательная программа. Че? Когда у человека в городе появляется свободное время, он тратит его на эскапизм, то есть пытается избежать гнетущей реальности, играя в видеоигры, читая книги или уходя в глубокие размышления. Но на даче на это времени нет. Это уже другой мир, другая реальность. Час работы на огороде заменит вам два часа занятий на беговой дорожке в комплексе с одним часом занятий на турниках. Такой комплексной нагрузки вы нигде не найдете, что для ваших мышц, что для вашего мозга. Знаете, почему у видео на ютюбе с милыми песиками и котиками так много просмотров? Да потому, что только так многие люди могут справиться со стрессом. Смешно. Но зачем смотреть видосы на ютюбе с котиками и песиками, когда можно общаться с ними вживую? Просто вот так вот взять и выйти прогуляться в места красивые неподалеку от дачного участка. Общение с животными – это один из методов релакса терапии. И в разы, чем просмотр видео, улучшает состояние психики. Сидеть. Даля, сидеть. Дай лапу. Ты моя зая. А теперь? Держи печеньку. Держи печеньку. Целоваться будешь? Целоваться? Нет, не будешь. Целоваться будешь? Если вы не верите, что можно вот так вот запросто променять городскую жизнь на дачную, то рядом с нами живой пример супруги Александр и Алена. Александр, расскажите, как вообще так вышло и почему так решили жить? В городе скучно. В городе заняться нечем. Приходишь, включаешь телевизор, соцсети и так далее. А на даче приехал на колл-дров, погулял с собакой. Ну и много можно чем заняться по дому. Бесконечные мужские дела. Ездим только днем на работу, а вечером как отпуск. Прополоть грядки, работы по огороду. Но это не сильно много времени занимает. Раз в неделю уделить и все. А так часто приезжают друзья к нам. Сидим тут, жарим шашлыки. Разнообразие. Это специи жизни. Развлекайтесь как в городе, так и на даче. Главное, с удовольствием и в хорошей компании. С вами были Роман Бастушок, Константин Фролов и Адель. Аделя. Делик.